У вас будут очень маленькие гантели и очень большие слезы. Бери гантели, потом расскажешь. Вы будете стонать, вы будете плакать. Это грамма натурал. Я уже все. Бабульки во дворе так же тренинг. Всем привет, мы в клубе Elite Gym в городе Санкт-Петербург. И сегодня для вас мы покажем просто реально эффективную тренировку на дельты. Чтобы ваши мышцы были круглыми, сочными и максимально накачанными. В кадре сегодня будут эти два атлета. Я Данила Прохоренко, чемпион России в категории мускуляры. И Лилион Роман, про него вы уже все знаете. Чемпион всего, что можно было выиграть в прошлом году. Сейчас ребята разомнутся и мы будем переходить к основной тренировке. Разминка. Они разминаются раз в месяц, когда я приезжаю. Но хоть какая-то группа здоровья должна быть. Сейчас мы проэкстензи и планка. Правильно начали массовый набор, не сразу все закинули. Причем я как бы не это самое сейчас ограничиваю все равно себя. Так вот, ты остаешься голодным до сих пор. Я могу больше есть. То есть мы следующую недельку еще прибавим. Вообще у всех проблемы. Дай жопу ниже. А, их ниже вот. У многих людей проблемы, они когда начинают массонаборный период. Он такой сидел такой себе в межсезонье, такой, что я буду набирать. И он такой, еблый себе, 600 грамм углеводов, 250 белка, 150, 200 жиров. И это все как бы в первой неделе. А он не готов. То есть он еще то и ел, только что в два раза меньше. Он начинает падать как бы в пищеварительную систему. Но он не может это ни выработать, ни усвоить, ни переварить. Ведь мы же почему начали постепенно углеводов добавлять, вообще калорийность? Чтобы мы... Ферментативная система сразу адаптируется. Больше еды, больше ферментов своих. Мы сейчас 300 начали набирать. Да, потихонечку. И вес начинал расти. Мы же как даже расчистываем калорийность на сушку. Вес, рост, возраст. Причем мы 50 грамм углей постоянно поддобавляли. Ну, по сути, 50 грамм углей это банан, да, 150 грамм. Просто банан добавил. А что он там, этот банан? За месяц 4 банана. Вот, ну, бацашку у меня получается я не меньше 50 выпиваю в день. Ну, иногда и под 80 получается. Те самые бацашки, которые не работают. Да, иногда я под 80 выпиваю. Ну, то есть мешаю по 40 грамм две порции вкусовых и пью их. Ну, что, подрос, Рома, давайте ваши комментарии. Давайте, да. В тот раз в футболке был, в этот раз в майке. Он специально подготовился, набрал. Мы с тобой начали 104-105 у меня был вес. Вот. И потом старт где-то был со 105 килограмм. Вот был. Если считать, вот с утра встал, сходил в столбец, встал. Все, ну, получается почти 5 килограмм. Чуть меньше месяца. Вот я еще молотал, ребят, скажу, что больше и не надо в месяц набирать. Ну, как бы... Можно больше. Нет, не нужно просто. Вот смысл какой просто? Это понятно, что я буду набирать? Будет давление, другие приключения веселые. Первое не страшное, первое обычное. Но первое важное нужное упражнение. Вообще часто, все же очень любят, знаете, по какое самое там эффективное упражнение, да. Конечно, есть много особенностей индивидуальных и так далее. Но в целом есть же данные измерений, которые проводились на людях, да. Насколько сильная иннервация. Так вот, как раз-таки тяга колбу на блоке. Одно из самых удачно включающих плечи в работу. То есть, тут задняя дельта максимально, средняя. Ну, мы тут работаем с целью включить заднюю. Потому что, ну, главное не делать... Знаете, какое упражнение на дельту заднюю? Лежишь на скамеечке, на боку и руку поднимаешь. Если вот хочешь просрать время, какому можно лучше в телефон поиграть? Ну, вот как бы упражнение из разряда. Если животом лечь, да. Потому что будет, например, постоянное. А вот лечь на бок, оно везде нарисовано, любят показывать. Все хуенные блогеры его показывают. Две точки, где не работает мышца. Тут висит, тут стоит на костях. Зачем его делать? Мне главное, чтобы вы уводили плечевую кость чуть выше плеча. Все остальное по факту нам фиолетово. То есть, как у вас тут будет по комфорту? Главное, что плечевая кость чуть выше. Будет идти ниже спина, выше дельта. Маленьким весом покажите, что вы умеете. Маленьким половину понавесил, маленьким весом покажите. А я еще болею. Ссылка будет на ребят под видео. Можно будет заданию болеть. Он в ближайшее время, он единственный из нас всех будет нежирный. Следующим подходим, мы вес добавим. Хорошенько добавим. Колени нужно будет подсогнуть. Потому что ты уже просто не сможешь дирать равновесие с большим весом. Нужно центра тяжести. Конечно, у нас Рома отъел центра тяжести. Он теперь мистер техника. Про самку что-то писали. Красава у тебя, блядь, все. И костопад у тебя отвезти. Мне кажется, хорошая самка у тебя. Ну, типа у меня... Ребята, ребята, вы, пожалуйста, не пишите плохие комментарии. Роме, он переживает. Он все читает. Он по поводу каждого вашего коммента потом... Я отвечаю, я все комментарии читаю. Я несколько раз заходил, читал. Почему мы в такую позу стоим, ребята? Потому что, чтобы центр тяжести позволял нам не с весом бороться, а работать с задними дельтами. В противном случае, если вы будете стоять как солдатик, вас будут утаскивать вперед. И вы начнете вешать маленький вес. Все любят качать заднюю дельту маленьким весом. Сколько не посмотришь, в наклоне. Вот эти вот... Да, то есть... Мы везде стремимся к большим весам. Ну, к адекватным весам, но к прогрессии и нагрузке. Смотришь, какой бы ни был атлет. Зачастую задняя дельта, гантелька 8 килограмм. Что-то он там с ней делает. Локти прямые. Тут... Странное отношение... Концентрация. Концентрация, да. Вот странное отношение к задним дельтам. Ребята, задняя дельта такая же мышца, как все остальные. Ее нужно качать. Грудную клетку поставим в линию. Пописать в коленях немножко. И спину на меня еще отдай. Вот так. И на выдохе. Ху! Вот можно, ребята, у себя его нащупать. Отвести руку назад. В зеркало посмотреть. Вот должна такая штуковина расти из спины. Она, кстати, очень удобная. Вы же знаете, что нужно приседать, чтобы все мышцы росли. Вот если нет задней дельты, штангу уложить некуда. В нижней точке не отдыхай на выдохе. Хочешь подумать? В дефирной точке можно не подчем. Блин, очень хорошо. Мы все понимаем, что базовое движение это очень круто. Жимы на плечи максимально эффективное движение. Но уже мы обсуждали, что, и ребята сами обсуждали, что постоянная нагрузка, это очень круто. Она дает нам дополнительный стимул. Является фактором роста. Поэтому мы будем делать жим гантелей, но с упором к грудью в скамью. В ряду выполнения движения. Вот таким вот образом. То есть все то же самое. Словно мы жали гантели стоя. То есть углы не меняются. Только с тридцаток спускаемся на 6 килограмм. Ну, мы тестируем с шести и проверим, кто из вас победит. Просто, судя по размерам Дельт Дани, он должен делать тридцатками здесь. Понимаешь? Как минимум. Тут самое хорошее, что мы можем сделать, чуть дополнительно. С обычными гантелями этого делать нельзя, это травмоопасно. Мы можем тут гантели опускать низко. То есть мы можем их Дельт на себя натягивать. В обычных жимах у вас не получится такую глубокую ампитуду делать, потому что это травмоопасно. А здесь вы можете не боясь опускать локти максимально низко. А теперь чемпион мира будет дышать правильно на усилии. Вот сейчас выдох. Фу, молодец. С этим все проблемы, сука. Ребят, дыхание нормализует ваше давление, помогает вам обогащать кровь кислородом. Кислород помогает добывать вам энергию, потому что любая добыча энергии в организме – это окисление. Дышите обязательно. Грудный нуклеет ку-при, чтобы поясницу не перенапрягать. И пошло. Еще это упражнение очень интересно в плане укрепления вообще ротаторов, укрепления плеча и на будущее, чтобы защитить от травмы. Тут оно чем хорошо, на самом деле, самое забавное, оно тяжелое упражнение, но оно хорошо для любого новичка. Ты 10 раз сделал? Я сделал 10, и это был отказ. Тряпка. Полная. Просто кто-то подумает, что это да, ебать. Но когда попробуют, они поймут, о чем речь. Ребята. То есть не я один такой. Ребята, пожалуйста, попробуйте это упражнение и напишите, сколько раз вы сделали с десятками. Сделайте. Просто вы можете унисти меня. Унисти чемпиона мира. Унисти меня. Очень хорошо. Давай, за или джим. Молодец. Еще тяжелее это упражнение делать. Блин, я не могу. Не то, что я хилоню. Чуть-чуть можешь. То есть не роняй, а главное. Когда они не роняй, ребят, тесто тяжело. Плюс, Рома очень разойдет, он, видите, максимально низко опускает локоть. Это реально не просто. Наверху. Фу. Вот. Фу. Что ты мне так смотришь? Яхтем, что этим надо сделать. Не отдыхай, не отдыхай. Штрафной еще. Ух. Все. это, блядь, халень, поднимай. Два. Ух. Ты сука. Хорошо. Хорошо, красавка. Блядь, не очень. Отличная упражнение. Отличная работа. Бля, Рома реально какие-то странные. не додуваются так сильно. Капец защита. Ну-ка, у кого нету дель? Давай. У кого нету дель? Не знаю, как у меня нету, я, наверное, так. Раз, говорят. Я сделаю. Я сделаю. Давай. Давай. А теперь с небольшими гантелями 8 раз в какой-то технике. 2. 3. 2. А теперь делаем ребятам плохо. Еще 2 подхода. Все, давай не пьет. Все, жесть. если последний вот эти два считать то мы делаем повторить считать все неважно упала рука ушел локоть абсолютно неважно тут идеальная нагрузка получается вот плечевая кость постоянно давится книзу мы не можем сделать вот так ты будешь выкидывать руку у тебя все равно поверни руку напряги ты чувствуешь у тебя в любом случае все отведение плечевой кости происходит мы еще данью то взяли хоть кто-то должен быть в кадре красивый у нас у нас просто женских просмотров мало поэтому у меня такой партнер костям в первый раз пришел к мне позаниматься вместе в дельте будем делать комбинированный жим такой простой то есть взятие на плечи жим за голову на грудь вниз и таких пустого грифа все закончили единственном моменте будут поставить вниз сильно не проваливаться чтобы не вырывать их примерно до победного в хорошем темпе идешь прямо пока пока не уронишь работать все таки у нас на же видео на видео поэтому формате видео мы даже ребятам показывать новое интересное потому что действительно бодибилдинг многим приедается у кого они прям там глубоко здесь глубоко здесь на подкорке две гантели опять же к сожалению велосипед изобрести сложно я пару раз пробовал херня получается в плане техническом все просто опять же мы под согнутые колени ноги чуть шире плеч выставили руки в стороны единственное что мы здесь сами сделал особенного мы одну руку удерживаем второй работаем одну руку удерживаем вторую работаем сегодня уже от вас 20 повторений то есть всего каждая рука сделает всего 10 махов не сделает сейчас у нас рома голенький майки на нем мы покажем вам как правильно выглядит положение на в махах где должна быть как еще определить правильно вы делаете махи или нет потому что опять же мы еще возьмем картинку и блогеров широко известных но мало накаченных все будут делать так ноги вместе такой как солдатик и так в сторону ручки будут поднимать ну как бы так такое себе на самом деле движение для развития средней длитовидной первый подход разминочный мы же пристреляемся к весу я конечно хочу чтобы у рома было не 6 килограмм в руках не будет больше ноги пошире колени подсогнул просто когда вы делаете обратите внимание чтобы у вас шарик дельтовидный был виден это помучу выберемся прямо встань немножко прямо и делай смотрите сейчас у него получается гораздо выше средняя дельта если он стоит идеально прямо а когда он подгибает колени под наклоняет корпус вперед него оказывается сверху два шара то есть проекция вектора силы проходит через попередник мышцы вот что рука будет постепенно ползти вниз это нормально есть определенная степень утомления все окей но есть предзрение что больше шести у нас не будет нет нехорошо нехорошо может да не будем то же самое заревать что в тебя и кого-то его так сильно не пампит он не страдает тут кстати вообще коктейль молотого реально здесь все давай попробуем с тобой ноги растаять чуть пошире чуть такое сделать более ставь такую позу будто бы когда ты закончишь подход дашь кому-нибудь в бубен ты будешь такой позы кого-нибудь по голове или будешь вот такой уже немножечко вот уже пацифист я достану пистолет и буду стрелять чуть-чуть давать корпуса вперед вот да вот сразу а ты легко ты будешь восьмерками делать то что надо отлично дань ты восьмерками что-то больше тебя поднимает ладно я не против я просто физически не смогу чтобы опроваливаться начал хорошо прям четко хорошо Отлично, вот как раз таки у тебя осталось, когда ты сделал до 18-ти, у тебя оставалось еще по одному, и прям, отлично. Тяжело, а то пошло, но приобрал в это. Да, ну да, тяжело, на самом деле забавно, но это и для развития, ну, не то, что для развития, на нашем возрасте уже сложно разбить мозг, но для поддержания, конечно, контроль, знаете, дурацкие проблемы, типа, по рукой водить по кругу, по животу и похлопать по макушке. Да, да, это такие моменты, то есть, полезно. Давай, будь, сделай. Я не отдыхаю, я прям сижу, страдаю. Ты отдыхай в это время. Хочешь шестерками сделать? Чего? Я все, я заканчиваю тренировку свою. А сейчас мы можем сделать вывод, что он халтурил до этого, делал шестерками. Нихуя. Бери гантели, потом расскажешь. Если бы я мог тебе сейчас свои ощущения в дельтах передать, ты бы так не говорил. Я делал это упражнение, я знаю. Где можно попробовать это делать с грифом? Не получится проваливаться. То же самое, берешь, ложишься с грифом и точно так же гриф жмешь вместо гантелей, как вариант. Ребят, я просто увидел, у него реально молоко, я вам подойду покажу. Смотрите, вот такого цвета у него тут жидкость. Ром, что у тебя здесь? Это коктейль молотого. Это вот рекомендации тренера. Ты молоко добавляешь. Перетренировкой сказать, что выпил? Да? Да. Перетренировкой 3 единички инсулина среднего, гормоны роста. Перетренировкой рейдж 2.0, 3 грамма цитрулина, 3 грамма аргинина, 3 грамма креатина. Во время тренировки 70 грамм амилопектина, 5 грамм креатина, 3 грамма аргинина, 3 грамма цитрулина и всё. А, и элькарнитин здесь с глютамином еще. По 5 грамм. Я точно. Я элькарнитин обожаю. С точки зрения его вещества, его воздействия на организм. Элькарнитин очень хорошо. Если у вас желудок в руках не справляется с карнитином, с такими дозировками, как 5 грамм, есть такие люди, у них прямо улучшается перистатика. Реально, даже 1 грамм элькарнитина будет полезнее и эффективен. Потому что, на самом деле, 1 грамм карнитина – это минимальная суточная потребность человека. И у большинства с возрастом его собственная выработка действительно снижается. Зачастую, как раз-таки, из-за нарушения питания в целом. Поэтому добавка его в рацион дополнительная. Особенно на начальном этапе тренинга будет очень-очень хороша. Что вы там? Очень хорошо делать махи. Мы вообще красавчик. Да, мы хорошо делать махи. И очень правильно ставить. Я говорю, у вас в обоих реально… Вот знаете, самое обидное. Вот ты пашешь, качаешься всю жизнь, а другие будут рождаются, блядь, с генетикой охраненной. И вот смотришь на них и думаешь, блядь, если бы они 10 лет все делали, как бы, еще чуть-чуть по-другому, это был бы вообще просто пиздец. Ну, у тебя, смотрю, расход на жидкости сегодня быстрее происходит, да? Капец. Причем здесь больше, чем в шейкере. В бутылке в этой. Мне кажется, ты подсох в процессе. Да, 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 да. Как ты дерьмой тебя терпишь. Ну, честно, я так же скажу, у меня ноют. Я когда делаю, у меня делька, я говорю, куда их денег? Хоть положить хочется эти руки. Да, вот это вот эти ощущения, что от подхода к подходу они не восстанавливаются, они не отдыхают. Вот, наконец-то у него лицо стало хорошее. Я думаю, для Дани, ввиду того, что ему легко, нужно еще сделать 12 повторений с гантелями килограмм по 5. Я за, я за. Поддерживаешь? Да, поддерживаю. Даня, мы общим голосованием решили, что у тебя да, и сразу еще. Еще 12 повторений. Вот, отлично. На самом деле, удивительно. Так вот, мне очень нравится оборудование в элит-джиме, которое подобрано, вот, по крайней мере, под мою антропометрию очень хорошо оно подходит. Чуть выше, держи. Как видите, мы всю тренировку строим в таком вот формате... Страданий, блядь. Да, страданий. Ну, мы будем делать по-интересному, ребят. У нас тут будет два подхода в таком режиме, два подхода в режиме с более тяжелыми весами, но в синхронном движении обеими руками. Если вы плохо чувствуете мышцы спин-дель, если у вас как-то не хватает вам пампа, если вам не хватает какой-то такой вот мотивации, увидев себя в зеркале максимально наполненным, возьмите в арсенал даже любое из этих упражнений. В той вариации, которую мы вам показали. Используйте и прогрессируйте. Держи. Будем постепенно. Теперь одну руку разогнул. Вернул. Эту руку разогнуем. Настерчив. Чуть повышен, держи локти. Чуть ниже плечевого устава, да? Чуть-чуть ниже. Поднимите, чтобы не растягивайте. Вот, вот, вот. Повышен, поднимите. Ром, двумя руками вместе сколько сделаешь? А? Двумя руками вместе сколько сделаешь? Ну, мне кажется, ну, еще, да, по пятнашке вот так вот можно будет. Окей. Давай, 15 раз. 15? Локоть чуть-чуть опускается ниже плечевого в процессе. Сильно не мастит. Думаю, мы попробуем, знаешь, что сделать? На следующий подход у тебя будет этим же весом, но по одной руке с осадикой. Мне кажется, прям будет хорошо, и у тебя тут будет еще 4 подхода. Давай начнем мы по одной руке с этим весом, и мы через 3 повторения тебе сбросим. Окей. Думаю, будет хорошо тебе. Сейчас. Ну, или скажешь, 3-5. Я думаю, вот этот диапазон ты вывезешь. Думаю, еще по разу давай. Внизу держим обе руки. Так, снимаем по пятнашке. Двумя сразу? Поехали. Не, не по одной, и так же продолжай. Поехали. 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 Я говорю, что не бывает такого же гликогена, потому что процессы глюконеогенеза происходят всегда. То есть, когда на массе они происходят, у тебя там в диапазоне от 5 до 8% белка уходит. А когда на жесткой сушке у тебя и 15% может уходить глюконеогенез. С самого просто жжения, такого нет. Да, конечно, такого сильного не будет. Тут этот момент, тем, кому нужна шоколадка, чтобы работал мозг, ребята, чтобы работал мозг, можете съесть курицы. Курица сама превратится в шоколадку для вашего мозга, с глюкозой. Которого надо, бля, или нет. Они услышали, им кто-то сказал в инстаграме, что кусочек шоколадки можно, для мозга надо. Его можно, но не просто для мозга. Можно, потому что можно. Уже вписал в калорийность даже рисовый шоколад. Кстати говоря, я, если быть откровенным, в принципе, на сушке, на подготовке никогда не вбивал свой рацион. Я просто ел и смотрел, отслеживал по форме. Просто поменьше углеводной пищи ел, по большому счету. Но сейчас, вот масса набора, допустим, я каждый прием пищи полностью все вбиваю. Рома хороший мальчик, он скидывает. Любой день могу просто скинуть, каждый день просто все абсолютно, все по штрих-коду отсканировал в граммах и все вбил. Абсолютно полностью все, что в рот залетает у меня, у меня все сейчас фэдсикерт. Я аж сам с собой горд. Ну, такое универсальное упражнение. Оно у нас цепляет заднюю дельту и так называемый загривок трапеции, то есть ее заднюю часть. Да, 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 мы его попробуем делать, потому что, ребят, вот тут у вас у большинства качать легко сверху, это все у вас растет. А еще трапеции, на самом деле, у вас во всех задних позах, вот тут все, весь Кусман, вот это все, это трапеция. И у большинства людей просто вообще провал, потому что все шраги делают. То есть мы будем делать упражнение, название которого я не знаю, как правильно называется, вы обычно пишите в комментариях, какое название, я теперь не забываю. Пишите, если вам хочется. Так, встали пятками немножечко под гриф, то будете сюда. Руки, ну, там, чуть-чуть шире длитовидность. Почему? Потому что в этом положении вот так вот нам будет некомфортно делать, не хватит. Вот, в принципе, можно вот за насечки. Мы не только поднимаем, мы обязательно сгибаем локтевые суставы, и трапеции включаются по стоку поскольку. Движение, видно. Начнем мы с веса килограмм, думаю, по 15 повесим. Да? Так, для вида. Да. Потом повесим много. В этом упражнении можно поднимать много. Лучше, главное, прямая с позвоночником в линию. Просто смотреть перед собой, чтобы мы не делали. Это вот, чтобы не тянуть не было. Просто, ребята, сразу всем к вопросу, где работает задняя дельта. Вот, работает задняя дельта. Вот она подтягивает ключевую кость. Корпусом можешь ближе к этой грифу. Зафиксируйся более, корпус жестко. И делай. Все хорошо. Все хорошо. То, что надо. А мы по 15 добавим? 15, конечно. Это такое. Посмотреть, попробовать. Лично вот по себе я бы 15 добавлял. И не буду, да? Потому что мне достаточно хорошо. Будет сейчас тоже хорошо. Вот здесь такие провальные зоны зачастую у спортсменов. Как раз таки вот. Трапеция в задних позах у многих. Да. И нету. У меня есть как раз таки вот этот вот верхний ее участок. А что вот ближе к столбам. Вот, Катя, мы их там вот проваливаются. Задняя часть трапециевидная. А вот двойной битв сзади покажешь. Мы объясним, что она, трапеция, она просто. Вот, видите, задняя поза у вас. Вот это все. Это все вы показываете трапециевидную. И она у вас вот. Дойдет до сюда. Это примерно. Ну, одна треть вашей спины в задней позе. Как бы ее нельзя упускать. И одними шрагами, то есть качая вот эту проекцию, не получится создать. А когда вы качаете спину, да, в работу, конечно, включается она. Но вы там уже в широчайшие больше бьете. Получается, что направленной нагрузки нет на эту зону. Я про дыхание не говорю каждый раз. Просто вы не подумали, что он вообще просто дурной. И просто дышать не может научиться. С дыханием. Стараюсь вот дышать именно по комфорту. Как комфортно. Ну, блин, задерживаю дыхание. Да, на два, на три повторения бывает. И такое, когда отпускаешь, в голову приливаешь. У вас осуществилось под эффекты эти генеры, видал? Сенсей льхомчики подогнал. Последнее упражнение. Это не может не радовать, если честно. Делаем опять заднюю дельту с гантелями. Но мы будем делать не разведения, а такие подобия полутяги на заднюю дельту. И гантельки. Брали гриф, во блина навешиваешься, делаешь как-то заблины. За блины хорошо, но за блины я сомневаюсь, что у тебя удастся с блинами поднять локти вверх. Они, скорее всего, получаются прям параллельно. Это уже хорошо, хорошее движение. Это можно и стоя делать. Просто не получится вывести, потому что блины не будут давать. Вот там мы руки вывели вперед, и локти уже вывернули. И это пошло движение. В принципе, то, что делали, делали прикольно. Но тут мы еще позволяем себе. Ну ты, как обычно у нас, первопроходец. Попить перед тем, как сидеть пузом на коляне, это самая лучшая была придумка. Чтоб пузо подпирал, и так бы, Сашки назад просились. Все, кто боятся, что в этом упражнении сломается спина, не сломается. Она, в принципе, подусмотрена, чтобы она нагнулась в определенной степени. Пятки далеко вперед. Весь на треке подсгибай локти, чтобы сильнее сократить дельту. И больше вперед локти. Ну смотри, там гантели внизу, вот так вот, держишь, вот так и поднимай сюда. Допустим, двадцатером. Мухи? Темного словил. Даня, опять легко будете, скажут. Да заебал он, блядь. Ну, вспотел немножко. Да нет, блядь. Из-за тебя я сегодня страдаю, блядь. Потому что тебе легко. Нет, Даня, локоть вперед туда уходи. Еще. Вот, и прямо вот сюда поехал локоть на меня. Во, все. Охраненно. И на выдохе. Вообще огонь. Гуд. Сейчас можно, ну, стакан ставить. С Blade Rhim. С pumping. С严ось. Стой. Шолок prayer. Это еще. Убейте. Экен. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, друзья, подождите, перебью, пожалуйста, Руслан. Какая-нибудь пидорасина еще скажет, что у меня, блядь, нету рук, сука. Понять, у меня есть руки. Ребята, как раз я думаю, что следующая тренировка. Не, не вырежем. Знаете, вот мне недавно это сказали, я так очень ценил выражение. Знаете, здесь каналы, где снимают такие хайпы, где друг друга обсуждают постоянно. Один снимает другому ответку, один пожевал говно другого, плюнул в него. Вот они снимают ответки на ответки, разоблачают друг друга, кто из них в жопу долбился, а кто стероидами кололся, а кто и то, и то делал. Вот у нас как бы этого мало, у нас другая аудитория. Значит, вот есть контент, который собирает там миллион, но его смотрят как бы, он говно. Кто хавает говно? Такая уже аудитория. Вот, поэтому тебе все равно напишут, что у тебя маленькие руки. Но специально для вас мы, думаю, следующий ролик сделаем как раз-таки с тренировкой на руки. Не знаю, это будет и бицепс, и трицепс, или это будет исключительно бицепс, чтобы оставить трицепс отдельно поснимать, у нас было бы больше роликов на канале. Поэтому, видите, мы не стесняемся с вами будем делиться своими тренировками, методическими моментами. А с вас, ребят, в таком случае реально комментарий, что вы думаете, понравился вам ролик или нет. И, конечно же, нажать палец вверх, подписаться на ребят, ссылки на них внизу. На меня, возможно, вы подписаны, рассмотрите этот канал, если нет, то тоже добро пожаловать. Потому что я на ютубе забываю разыгрывать подарки, а в инстаграме не забываю. Потому что на ютубе у меня нету менеджера, а в инстаграме на меня ругается мой менеджер, и чтобы я делал все как положено. Спасибо, что были с нами. Генетиклаб, всем добро. Всем пока. Спасибо Лиджиму за предоставленный, замечательный зал. В обед кайфово, никого не было. Сейчас еще сам буду качаться. Выпью рейджи тоже. Эти пойдут домой, чтобы они не смеялись домой. Под старым больным человеком. Накралости кушать.